Девушки отдыхают Мобильный спин-офф Destiny, веселый махач на соседской лужайке, главный шутер осени, настолка Промор и чумовые выходные в деревне. По традиции, наш выпуск начинается с небольшой подборки новостей. В этот раз мы поговорим про новости будущего, у части игр даже нету даты релиза, но, по крайней мере, подборка будет очень интересной. Поклонники Destiny совсем скоро смогут окунуться в новые приключения в любимой вселенной, опустевшей после завершения основной многолетней сюжетной линии. Китайская компания NetEase продемонстрировала Destiny Rising, условно-бесплатный RPG-шутер для мобильных устройств. Напомним, что NetEase Games мы обязаны за мем «У вас что, нет телефонов?», так как именно на совести этой студии разработка уже легендарной Diablo Immortal. Также в декабре мы сможем оценить объем усилий, вложенных в Marvel Rivals, релиз которого состоится в конце года. Касательно сегодняшней игры. Сюжетная компания, вид от первого и третьего лица, альтернативный таймлайн и статус первой из множества запланированных ответвлений франшизы Destiny. Планов по релизу на ПК или консоли пока нет. Дата релиза неизвестна, но 1 ноября начнется закрытое альфа-тестирование, записаться на которое можно на официальном сайте игры. Был опубликован трейлер абсурдно-потрясающий Neighbors Suburban Warfare. Действие этого экшена развернется в очаровательных районах города Хартсвилля, а в конфликте примут участие все жители от мала до велика. Буквально. От маленького Кевина до жизнерадостной бабушки Дорин. У каждого из соседей есть свой уникальный дизайн, предметы и способности, которые можно улучшать по мере прохождения. Уже представлено 8 персонажей, зафиксировано обещание увеличить ростер в будущем и столкнуть в мультиплеерном поединке до 8 игроков. Игра пока находится в разработке, точной даты релиза пока нет, но ее можно добавить в Steam и там же записаться на игровой тест. Выглядит игра стильно, весело, задорно, очень креативно с этой возможностью лупить противника всем, что подвернется под руку, немного безумно и очень интригующе. Добавляем и ждем. Команда Nier Studios представила свою дебютную игру Half-Torn, ролевую песочницу с антропоморфными животными и сказочными существами. В ней игроки займутся постройкой деревни и многочисленными сопутствующими делами. Будет доступно как одиночное, так и кооперативное прохождение. Действие развернется в долине Уиндермир. Игроки примут роли разных лесных звериков и займутся строительством и облагораживанием собственной деревни. Ну а это значит возведение зданий, фермерства, рыбалка и менеджмент припасов в наличии. Периодически деревни будут навещать сказочные существа, с которыми удастся подружиться или завязать конфликт. Разработчики уже пообещали уникальную историю для каждого NPC. На состояние мира будут влиять смены четырех времен года, под которые игрокам будет необходимо адаптироваться. Выглядит все это очень мило. Словно адаптация настольной Эверда у фотореалистичной обертки. У этой игры тоже нет даты релиза, но и как со всеми предыдущими проектами рубрики, ее можно добавить в список желаемого в Steam. Вышло несколько трейлеров грядущей Call of Duty Black Ops 6. В новом видео раскрыты детали одиночной кампании, действие которой развернется в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Краткий обзор новинок сюжетного, мультиплеерного и кооперативного режимов дает понять, что будет весело и зрелищно. А для преданных фанатов серии был опубликован очередной ролик из серии «Заменитель» с потрясающим Петером Стармара. В нем харизматичный эксцентричный актер снова попытается взять на себя рабочие обязанности, чтобы как можно больше игроков смогло поиграть в новую Call of Duty. И, конечно же, он не преуспеет. Но вернется. Обязательно вернется в трейлере к очередной Black Ops. Ну а Black Ops 6 станет доступна всем желающим 25 октября этого года. И напоследок немного новостей из мира пиксель-арт и хороших игр. Авторы Songs of Conquest из студии Lava Potion представили обновленные планы по развитию пошаговой стратегии на ближайший год. Разработчики решили пересмотреть стратегию выпуска платных DLC, чтобы мы, игроки, быстрее получили новый контент. Так, дополнение Vanir или Vanir с новой фракцией, вдохновленной культурой викингов, выйдет уже этой зимой. Среди прочего оно добавит в игру новый зимний биом, 8 юнитов, дополнительные строения и карты для сражений. Второе DLC под названием Roots выпустят летом 25-го. Релиз уже анонсированного Rise Eternal перенесли на более поздний срок. На ближайшую зиму также назначен релиз на PS5 и Xbox Series. На мобильных платформах игру выпустят летом 25-го. Сам релиз Songs of Conquest состоялся в мае, и за первую неделю продажи игры превысили 500 тысяч копий. Амбициозные планы по экспансии на множество платформ, помимо ПК, дают надежду на долгие годы жизни этой потрясающей игры. На этом наша новостная рубрика подходит к концу, ну а с темой видеоигр мы не уходим. Мы поговорим о недавней новинке, которая вызвала целую бурю противоречивых эмоций, и не у меня одного. У нас в студии будет... Как ее там? Плауджет. Unplaked, точно. Unplaked это игра, которая попыталась выехать за счет бесплатной раздачи, о чем любезно сообщили многие поигравшие в стиме в списке обзоров. Но что это такое? Вы в составе от 1 до 4 человек приезжаете на карете, запряженной осликом в очередную деревню, и пытаетесь спасти ее от чумы. Собрать нужные ингредиенты, смешать их в котле, попутно не огрести от местных переродившихся жителей, всех вылечить, всех спасти, сесть в карету и уехать дальше. Примерно так позиционируется игра. Выглядит она в специфической стилистике, напоминающей димейки современных игр, ну, направления в интернете, или в стиле очень-очень старых игр, которые сейчас можно найти на просторах интернета, ну или, если вы совсем из недавней эпохи, то что-то вроде Little Company. Выглядит по-своему стильно, мрачно, атмосферно, из-за арта и тьмы не сильно в глаза бросаются очень сильно выпирающие невидимые стены и ограниченные локации. Игра очень необычная. С одной стороны, она веселая и в первые разы действительно пугает, когда встречаешь чудного монстра. Мы играли вдвоем с товарищем-монтажером, поэтому всю прелесть кооперативных четверых мы не раскрыли, но, как показывает практика, это не обязательно. Потому что деревня от деревни к деревне становится все сложнее и сложнее, если изначально вам надо всего два ингредиента смешать в котле в правильном порядке, потом три, потом четыре, потом монстров все большее. Хотя вот с этим, на самом деле, непонятно. На каких-то локациях монстров прям много, они все разные, они все криповые, каждый тебе по очереди мешает. Один кричит, сам урон не наносит, но созывает всю округу, один телепортирует ударами о землю, один бежит и пытается отгрызть тебе полбашки, один тебя просто убивает с одного удара. На следующей карте вообще никого нет, мы так и бегали по ней кругами, никого не нашли, буквально бежали по периметру, было пусто. Поэтому осталось только собирать ингредиенты, чтобы попытаться сварить зелье. В этом, собственно, и смысл. Приходим, собираем зелье из разных ингредиентов, пытаемся раз, два, три, можем в магазине докупить несколько предметов, которые, на самом деле, опциональны. Это воскрешение тиммейта, если вдруг его загасили, это зелье, которое восстанавливает здоровье, но это можно подкрепиться вполне себе овощами на грядке и подлечиться. И это несколько видов оружия для улучшенного геймплея сражений, которые, на самом деле, здесь довольно корявые, поломанные, но слышать, как пищит очередной монстр, когда ты его лупачишь дубинкой или посхом, на самом деле, на первые разы довольно весело. Что можно подвести в качестве короткого резюме, поскольку в этом вся суть игры и заключается, в ней даже прогрессии нет, все, что вы можете делать... Она прикольная. Один вечер, особенно на халяву, в нее поиграть самое милое дело. Первые эмоции и крики от того, ааа, что это ко мне идет, это, правда, бесценно. Но для долгих игр, для какой-то прогрессии, для того, чтобы осознанно возвращаться в нее вечер за вечером, за вечером, за вечером, смысла нет. Поэтому поиграйте, если она, особенно сейчас, бесплатно доступна, по-моему, раздача была временно ограниченной, но покупать ее целенаправленно с надеждой, что это будет ваш новый потенциальный убийца игрового времени, который вы будете запускать день, два, три, неделю, месяц, нет. Такого, к сожалению, не будет. Это все-таки не SeoFives, не Lethal Company и даже не Helldivers. Поэтому играйте, наслаждайтесь и главное, чтобы была хорошая компания, с которой такие даже технически несовершенные игры могут первое время быть веселыми. На этом тему с чумой мы не отпускаем. Наша следующая рубрика, это мало того, что долгожданное возвращение, так еще и в том числе за отрагивание темы чумы, видеоигр и культовых франшиз. Встречайте! Коль скоро у нас такое располагающее осеннее прохладное настроение, время всяких короткосрочных заболеваний, да и выпуск какой-то у нас получается чумового тематический настолка выбрана соответствующая. Сегодня мы попробуем удалиться от всех этих невзгод реальной жизни и поговорим о море. Ну, потому что мессина настолько про чуму слишком сложная, чумы, которой недавно у нас еще пока нет, а вот мор самое то, нестареющая классика. Благо и повод имеется, потому что скоро должна, по-моему, в следующем году выйти новая часть Мора, который изначально вышел в девятнадцатом году, должна была выйти вторая глава, но она стала новой игрой. В общем, все эти сложные перипетии в будущем. А пока встречайте классика Мор. Настольная игра. Игра представляет собой во многом вдохновленную классикой, если мы говорим про ярость Дракулы или если мы вспомним недавнего хайпанувшего зверя, игру, где у вас есть противостояние между группой игроков и некой сущностью. В данном случае это чума. Но тут, в отличие от той же ярости Дракулы и от того же зверя, игроки противостоят еще друг другу. В чем замес? Есть город. Абстрактный город в степи. Есть чума, которая покусилась на этот город. Есть три доктора, у каждого из которых свое уникальное видение исцеления жителей этого города и спасения ситуации. Но проблема в том, что видение этих докторов не пересекается, как-то, даже скажем, противоречит друг другу. И поэтому победить может только один. Ну, или если не победит никто из них, то победит одна чума, поскольку здесь есть возможность взять ее под контроль. И надо отдать должное, игра преисполнена метафорическими смыслами, как это было в оригинальной, собственно, компьютерной игре. Потому что задача чумы уничтожить трех приближенных людей города. Потому что если она уничтожит именно трех людей, он потеряет свою значимость, как в правилах было написано, свою яркость, свою самобытность. И город тем самым перестанет существовать. У вас есть три персонажа под контролем. Бакалавр, Гаруспик, Самозванка, у каждого из которых есть собственные почитатели, которых надо защитить, которых в своей очереди чуме надо уничтожить. Если мы говорим про расстановку на поле, делится все на степь и внутри городские локации, в которых может перемещаться как чума, так и сами персонажи. Чума перемещается незаметно. Если она где-то перемещается, ей не обязательно об этом отчитываться перед игроками, но она может и должна об этом заявить, если она хочет предпринять какое-то действие. Как мы поступаем? Вы выставляете персонажей по очереди. Допустим, вы можете поставить персонажа, затем кто-то другой ставит своего персонажа или жетон веренного ему подопечного, потом персонажа, потом жетон, потом персонажа, потом жетон. И таким образом, пока у вас не будут разложены все персонажи, контрольные вам и, собственно, все ваши почитатели. У вас есть колоды штаммов, которыми оперирует чума, которыми она, собственно, может усложнять жизнь игрокам или упрощать жизнь себе. Они активируются, как только игрок встает в локацию, где, собственно, вот этот штамм лежит. Чума может проверять, что она там подкинула, игроки видеть ее не могут. К слову, а видеть. Игроки могут обмениваться с собой информацией друг с другом, но показывать карты нельзя. Что значит, говорить правду другому игроку совершенно не обязательно. У вас есть несколько карт, которые доктора могут использовать в качестве рецептов, в качестве совершенствования собственной стратегии, в которой они могут противодействовать в основном Чуме другим докторам в меньшей степени. И у вас есть аргументы, которые вам надо набрать для максимального количества при финальном подсчете, чтобы именно ваша точка зрения была воспринята Верховным Инквизитором как наиболее оптимально, и вы могли вылечить город по своему разумению. Если вы не успеете набрать необходимое количество аргументов до того, как Чума истребит нужное количество почитателей, или закончатся карты миссии, или вы это сделаете одновременно с Чумой, поздравляю, вы проиграли, Чума победила. Если мы говорим про особенности. В первой всегда ходит Чума, поэтому реакция игрока, в этом есть плюс, в этом есть минус, но в первую очередь, так как ходит Чума как некая стихийная, пугающая, даже необъяснимое явление, у игроков есть отличная возможность реагировать на ее ход. В этом плане гораздо проще, потому что если бы наоборот ходили игроки, а уже потом Чума, было бы сложнее. Но, так как здесь есть очень большой функционал, который позволяет выбирать и уничтожать как случайные цели, которыми заполняет кладбище, так и выделенные, то есть подсвеченные цели, которые заполняют склеп, вместе с этим усиливая Чуму, так как если Чума или убила кого-то, или заразила успешное, отправила в карантин, а здесь есть показатели подставок, которыми мы ставим фишку вверх. Если белой фишкой вверх, цель не в карантине, если черной фишкой вверх, цель в карантине. И если Чума наносит урон путем осады или путем заражения, она получает дополнительное усиление. В этом плюс, так как у Чумы всего одно действие, которое она может сделать, и, собственно, логично, чем она больше урон наносит, тем сильнее становится. Игра очень просто может звучать на фоне вот этих современных уже упомянутых зверя, к которому уже готовится аддон, или таких культовых игр вроде Ярости Дракулы, у которой уже там третий редактор, если не ошибаюсь. Но она очень умело адаптирует первоисточник, который был довольно скуп на прямой контекст и был богат деталями. Она удачно взаимодействует с игроком на этом уровне смыслов, на этом уровне терминологии. В ней немного компонентов, значит, она не очень дорогая, довольно понятное в освоении даже из такого лаконичного, сумбурного, пятиминутного рассказа, я думаю, понять можно все самое важное. И ресурсы, и подставки, и какой же тон зачем нужен, и какие карты куда раскладывать. Она довольно стильная, ну, собственно, в стиле оригинальной игры, поэтому, может быть, мы доживем до того момента, а мы сейчас живем в момент, когда отечественных разработок действительно много, когда и по новой версии Мора мы увидим новую версию настолки. По крайней мере, мы будем очень-очень этого ждать, и финальный вердикт, играйте. Это не просто гораздо круче предыдущей игры из предыдущей рубрики, но и само по себе достаточно увлекательно и потрясающе. На этом у нас с рубрикой по настолке все, мы движемся к нашему закономерному финалу этого бодрого осеннего выпуска. Снова мы в студии. Для того, чтобы сказать, что этот выпуск подходит к концу. Через неделю, пожалуйста, будет новый, я даже могу затизерить, что в нем мы поговорим о самых прикольных версиях игр, которые вышли в бета-тест в последнее время. Ну, а на этом до скорых встреч через неделю. Продолжение следует...